Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2100 обращений. Возбуждено 24 уголовных дела, 20 раскрыты по горячим следам. За отчётный период в округе произошло 135 ДТП. Трое пострадавших, есть погибшей. Совершено одно убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству. Также у вас выжжена по подрядной организации 322 со значком 1 за то, что незаконно проживали узбеки и так далее. Я ещё всех здесь сидящих предупреждаю, что если у вас будут работать нелегальные граждане ближнего СНГ, также будут проводиться проверки по статье 322, где вы принимаете нелегалов, где вы их не оформляете. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию контейнерных площадок, детских игровых комплексов и дворовых территорий. На сегодняшний день у нас из 719 дворовых территорий 659 территорий приняты в полном объёме. Не сдано у нас 60 территорий. У нас основные вопросы по неприёмке дворовых территорий – это содержание бородюрного камня, содержание информационных стендов и также у нас это наличие сухостоя на дворовых территориях. Продолжается благоустройство территорий около шести железнодорожных станций – от Ухтомской до Малаховки, где пройдёт третий московский центральный диаметр. По просьбам жителей здесь проложат пешеходные дорожки, произведут озеленение, увеличат количество парковочных мест. На совещании обсудили вопросы содержания автомобильных дорог и остановочных павильонов, опиловку аварийных деревьев, покос травы. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.